Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о гастроэзофагиальной рефлюксной болезни у детей и взрослых. И сегодня для того, чтобы обсудить эту проблему максимально полно, я пригласила к себе врача-гастроэнтеролога, детского гастроэнтеролога клиники Фэнтези Мухаммедова Евгения Маратовна. Евгения Маратовна, здравствуйте! Здравствуйте, Валерия Олеговна! Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо большое, что вы пришли, Евгения Маратовна. Мы знаем, что у вас очень насыщенный график с выступлениями и с приемом. И хочу сказать, что вот мы с вами много лет уже знакомы, и как раз наша такая дружба и профессиональное взаимодействие в основном базируется как раз на гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Я знаю, что еще работая в медицинском университете, вы тоже занимались проблемой исследований более глубоких, PH-метрии, пищеводы, PH-импедансометрии. И, в общем, короче говоря, дорогие друзья, сегодня вот у нас в студии собрались два, не побоюсь этого слова, эксперта. Поэтому прошу вас, если у вас есть вопросы, которые, может быть, вас давно беспокоят или возникнут в ходе нашей дискуссии, вы их пишите. И мы в конце передачи на них постараемся с Евгением Маратной ответить. А теперь давайте перейдем непосредственно к проблеме. И расскажите нам, потому что нас смотрят не только гастроэнтерологи, нас будут смотреть, может быть, даже и обычные люди, пациенты, будут смотреть терапевты. Поэтому начнем с самых азов, что такое гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Ну, во-первых, большое спасибо за приглашение. Напомню, когда мы первый раз собирались, мы решили не говорить принципиально про рефлюксную болезнь, чтобы отдельно собраться. И действительно с Валерией Олеговной вдоволь уже поговорить именно на нашу такую любимую профессиональную тему. Но если говорить, например, об определении дети, взрослые, то понятие гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, оно на самом деле не отличается. То есть это состояние, когда содержимое из желудка забрасывается в пищевод и вызывает там какие-то изменения, осложнения, воспалительные изменения и беспокоящие пациента симптомы. По крайней мере, вот для нас, для педиатров, это сейчас такое основное определение. И основываясь на этих критериях, наличие беспокоящих пациента каких-то симптомов вследствие заброса содержимого из желудка в пищевод, мы как раз ставим диагноз. Но у взрослых, насколько я знаю, насколько мы будем сегодня обсуждать, все-таки критерии более строгие и в том числе основываются на дополнительной диагностике. То есть, если я вас правильно поняла, ну это известное нам и Монреальское определение, что рефлюксную болезнь можно вообще устанавливать только основываясь на симптоматике. Есть у пациента характерные, ну у взрослых это и сжога, и регургитация, да, которая его действительно тревожит, снижает качество жизни, то уже только основываясь на этих симптомах, мы можем установить этот диагноз. То есть для детей вот этого достаточно, для того, чтобы поставить диагноз и начать лечение. Или все-таки, как у нас в России принято, критериями установления диагноза мы должны еще там подтвердить как-то инструментально. Ну, основываясь на международных последних рекомендациях по диагностике лечению детей с гастроэзофагиальной рефлюксной болезни 2018 года, а не обновление, нам достаточно этого определения. Но все-таки все больше эксперты, детские гастроэнтерологи говорят о том, что это слишком размытое понятие, особенно когда мы говорим о детях маленьких, что считать беспокоящим их симптомом, и насколько нужно подтвердить, что беспокоящие какие-то состояния связаны именно с рефлюксом, с патологическим рефлюксом. Поэтому эксперты говорят, что следующее обновление рекомендации к поведению детской рефлюксной болезни все-таки, скорее всего, будет уже больше приближаться к взрослым, в частности, Лионскому консенсусу, который все-таки требует инструментальной диагностики, которые бы подтверждали именно патологичность рефлюкса. Потому что мы знаем, что рефлюкс как состояние, как такой вот феномен, он имеет место быть в норме у любого практически человека, после еды особенно, когда есть такое транзиторное расслабление того самого нижнего пищеводного сфинктера. Давайте вот об этом, кстати, поговорим более детально, потому что у нас в умах обывателей, прежде всего, и многих врачей тоже есть такое представление, что рефлюкс — это обязательно патология. То есть когда нам эндоскопист пишет, что вот во время эндоскопии в желудке, например, он видит желчь, рефлюкс желчи, это сразу приравнивается диагнозу и заболеванию. Если во время рентгенологического исследования или той же эндоскопии видят одномоментный выброс из желудка в пищевод, то тоже вот этот единократный, единомоментный рефлюкс тоже приравнивается сразу к заболеванию. Вот давайте поговорим о том, что действительно рефлюкс это у нас в желудочно-кишечном тракте, это в принципе норма, да? Конечно, да. И, кстати, вот педиатрические рекомендации с этого и начинаются, с того, что они дают понятие гастроэзофагиального рефлюкса и отдельно гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, когда все-таки должно быть какое-то страдание. То есть отличие рефлюкса от болезни, это вот, по крайней мере, у детей это наличие страдания. Страдания, ну и, вероятно, каких-то осложнений, в том числе рефлюксов, которые можно подтвердить, в том числе на инструментальных исследованиях. Это не входит в какой-то обязательный критерий, но мы понимаем, что если мы находим последствия, вероятно, более частых и каких-то более агрессивных по своему составу рефлюксов, тогда, соответственно, мы тоже ставим этот диагноз. Поэтому наличие беспокоящих симптомов или осложнений заброса. Осложнений заброса. А вот есть какие-то цифры, так скажем, нормы для рефлюксов в пищевод у детей? Ну вот с этим, на самом деле, посложнее. Поправьте меня, если я, может быть, буду чуть-чуть неточна, но, насколько я помню, по всяческим исследованиям суммированным по количеству до, ну, где-то там по-разному, там, 45-50 забросов из желудка в пищевод считаются нормы. Вот это у взрослых у нас такие нормы. Да, и эти нормы определялись с помощью дополнительной инструментальной диагностики, в том числе той же, там, ПАШ-метрии, импеданс ПАШ-метрии уже позже. У детей определить эти нормы намного сложнее, потому что использование этих методов, оно более ограничено. У взрослых-то это достаточно тоже не так часто мы, к сожалению, используем, как хотелось бы. У детей тем более, и на мировом уровне в том числе. И это может быть связано и с доступностью методики, с низкой ее доступностью, но и с тем, что провести исследование ребенку сложнее, особенно, когда мы говорим о выявлении нормы. То есть мы должны проводить эти исследования условно здоровым детям, которых ничего не беспокоит. Но, тем не менее, эти исследования есть, и нормы пытаются определять, и там, на самом деле, не такое сильное отличие от взрослых по нормам, да. Поэтому, в целом, мы ориентируемся примерно на эти же цифры, но здесь нужно разделять в том числе младенцев, потому что там вообще отдельная история, потому что строение верхних отделов пищевательного тракта у младенцев таково, что оно всячески предрасполагает к этим забросам, чисто анатомически и функционально, и с точки зрения моторики, и с точки зрения размеров, расположения органов верхних отделов пищевательного тракта. Поэтому младенцы — отдельная вообще история, и я думаю, что мы про них сегодня тоже отдельно скажем. Да. Ну давайте мы тогда вот начнем наш разговор с того, что рефлюксы в целом имеют право на существование и у взрослых, и у детей. И если вдруг вам кто-то написал в исследовании, на эндоскопическом, на рентгенологическом исследовании, что обнаружен факт рефлюкса, это еще не значит, что у человека есть гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Болезнь — это прежде всего страдание, это прежде всего наличие беспокоящих пациента симптомов, либо у человека иногда так бывает, может не быть совершенно никаких симптомов, а эндоскопист заходит в пищевод и видит там множественные сливные эрозии или пищевод Баррата, то есть или осложнений рефлюкса. Тогда мы говорим, конечно, о болезни. Если же просто вам провели инструментальное обследование и эндоскопист увидел зияющую кардию или единомоментный заброс содержимого из желудка в пищевод и при этом нет никаких ни осложнений, ни симптомов, то о рефлюксной болезни мы говорить не можем. Вот с этого начнем, что рефлюксы бывают, и вообще наш желудочный кишечный тракт, это моя боль, поэтому я так много об этом говорю, он так устроен, что передвигается содержимое в нем не только антиградно, но и ретроградно во всех участках желудочно-кишечного тракта. Как я говорю пациентам часто, что сфинктер, будь то в том числе нижнепищеводный сфинктер, это не какая-то заслонка, которая закрывается на засов, это постоянно смыкающаяся и расслабляющаяся все-таки структура. Понятно, она имеет свои какие-то особенности в течение времени, в том числе в зависимости от приема пищи, потому что прохождение пищевого комка это естественный стимул, чтобы пищеводный сфинктер ниже не расслабился, чтобы, собственно говоря, пища прошла из пищевода в желудок. И весь процесс приема пищи, какой-то еще интервал где-то около получаса, часа после, это время, когда сфинктер расслаблен. Расслаблен, да, и это норма. Поэтому странно даже предполагать, что в ответ на какое-то вмешательство, вхождение в пищевод эндоскопом, что кардия не имеет права быть в расслабленном состоянии. Поэтому это, наоборот, скорее такой допустимый, вполне себе нормальный ее ответ. Я вот тоже всегда говорю своим пациентам о том, что главная функция нижнего пищеводного сфинктера это не закрываться, а раскрываться, расслабляться. Вам, как эксперта по ахолазии, это... Да, потому что есть другое очень тяжелое заболевание ахолазия, когда нижний пищеводный сфинктер не раскрывается в ответ на глоток. И вот это вот уже действительно очень такое тяжелое страдание для пациентов. Потому что мы же постоянно глотаем, мы не задумываемся об этом, мы постоянно глотаем слюну, сфинктер раскрывается. Очень часто глотаем пищу, и сфинктер раскрывается. Поэтому он должен раскрываться, и тем более, когда в пищевод вводят эндоскоп, и тем более, когда у человека рвотные движения в ответ на эндоскопическое исследование, там может быть не только открыт сфинктер, но и желчь поступать в пищевод совершенно спокойно в ответ на вот эти рвотные движения. Поэтому, ну вот, все, на этом мы давайте про норму закончим. И вот такой вот вопрос. Начнем, раз уж вы педиатр. Я вас пригласила, чем отличается рефлюксная болезнь у, ну не у взрослых и детей, наверное, поговорим у младенцев, да, и у подростков от взрослых. Ну давайте про младенцев сначала поговорим. Что такое рефлюксная болезнь у младенцев, почему она возникает, как мы можем заподозрить, что вот у младенца что-то не так? Ну, как правило, проявлением рефлюкса, да, мы пока не будем говорить именно про болезнь, у младенцев являются срыгивания, да, это может быть термин регургитация в англоязычном варианте. Ну, у младенцев мы обычно пользуемся словом срыгивание. Ну, это не все срыгивают. Вот. Да. Как опытная мать, в том числе, Валерия Олеговна говорит, что они все срыгивают. Ну, все не все, но по статистике 60 и более процентов детей, на основу на римских критериях, можно поставить функциональное расстройство, младенческие срыгивания, да, это не значит, что другие младенцы не срыгивают, это значит, просто они срыгивают менее часто, и для родителей это не является проблемой и поводом прийти к врачу, но все-таки, когда что-то родители беспокоят, когда младенец срыгивает очень часто, и, возможно, есть последствия этих срыгиваний, не обязательно в виде воспаления, потому что мы не всегда, далеко не всегда идем на инструментальное дообследование, но младенец, например, из-за этого может хуже питаться, потому что прием пищи влияет на возникновение симптомов, объем пищи. Младенец может хуже набирать вес, а у нас в голове, что это основная функция ребенка, есть набирать вес, да, то есть, и, конечно, это может стать поводом для прихода к врачу. Но зачастую мы ставим диагноз функциональных младенческих срыгиваний, критерий есть в том числе в числе римских последнего и всех предыдущих пересмотров. А вот все-таки, когда уже есть красные флаги, в том числе и потеря веса, мы можем говорить о таком состоянии, как младенческая рефлюксная болезнь. И в любом случае это норма, или мы назовем это функциональными срыгиваниями, или скажем, что это младенческая рефлюксная болезнь, но механизмы, они едины. Это действительно более короткий пищевод, горизонтально располагающийся желудок, относительная слабость действительно нижнего пищеводного сфинктра и дополнительно еще, наоборот, повышенный тонус пилорического отдела, что, по сути, делает желудок младенца, как такой вот сосуд, прикрытый снизу более стойко и, наоборот, более расслабленный сверху. Плюс ребенок питается в основном младенец жидкой пищей, будь то грудное молоко, будь то смесь, часто пребывает в горизонтальном положении, в том числе во время кормления и сразу после, и все это вместе предрасполагает к вот этим достаточно пассивным регургитациям, то есть срыгивание, это нервоты, когда все мышцы там активно сокращаются, а это пассивный выход содержимого жидкого, содержимого из желудка в пищевод и в полость рта и наружу, то есть родители это видят, и их, конечно, это пугает. То, что для взрослого, когда у него что-то выходит изо рта, это все, это значит, что-то ужасное, плохое происходит. А для младенцев это такая естественная штука, они даже ни один мускул на их лице не дрогнет зачастую. Но вот когда есть красные флаги, страдания, беспокойство ребенка, не просто срыгивание, а упорные рвоты, в спектре дифференциального диагноза, потому что, опять же, рвоты могут быть связаны с множеством других причин, в том числе анатомических, у младенцев мы должны держать в голове и пороки развития, которые могут приводить к упорным рвотам и срыгиванию. Но если мы не находим этой органической патологии, то мы можем остановиться на диагнозе младенческая рефлюксная болезнь и, соответственно, уже вести этого младенца, ну, не просто наблюдать, а давать какие-то рекомендации, которые будут все-таки больше профилактировать эти возвраты, нежели чем что-то есть способное их полностью убрать. То есть это тоже нужно понимать, потому что анатомию мы никуда не денем. Ну, то есть такое сочетание, наверное, педиатры об этом знают, да? То есть это более частое срыгивание, чем, казалось бы, в норме, и потеря веса. Вот тогда должны быть... Ну, это может быть не только потеря веса, это могут быть какие-то трудности при кормлении. То есть ребенок плакать начинает, что ли, когда он ест? Один из механизмов, который считается, вот по последним исследованиям, который лежит в основе беспокойства младенца из-за рефлюкса, это не изжога, как, например, у взрослых, да? То есть изжога — это ощущение какого-то жжения, дискомфорта за грудиной, который мы считаем, что связано с тем, что кислота забрасывается и воздействует на рецепторы, и мы ощущаем это как вот такое специфичное ощущение. У младенцев, опять же, те данные импеданс-поэшметрии, которые проводились все-таки младенцам, в том числе, было показано, что подавляющее большинство этих забросов вообще не кислые. Поэтому патогенетическая роль именно кислоты и кислотности здесь практически отсутствует. Но исследования последние, в том числе импеданс-поэшметрии, говорят о том, что младенцы скорее реагируют на растяжение в нижнем отделе пищевода за счет самого болиса. То есть этот заброс содержимым происходит, пищевод растягивается, дает ребенку болевые ощущения, что заставляет его отказываться плакать, во-первых, беспокоиться, как правило, во время еды или сразу после, потому что в этот момент рефлюкс самый активный. И если это во время еды, особенно если ребенок особо чувствительен к этому забросу, он может ограничивать себя в приеме пищи. Поэтому предполагается, что это так. Но на самом деле, что чувствует младенец, мы, наверное, никогда не узнаем, но вот предполагаем это по таким вот данным. Ну я вот сейчас по аналогии со взрослыми. Мне кажется, я не знаю, как на самом деле обстоит ситуация, что вот приходит такая мама с ребенком к нашему врачу, и такого малыша начинают множественно обследовать различными методиками. Да, там делают рентген, наверное. Я слышала о каких-то водносифонных ультразвуковых исследованиях. Далее гастроскопии. Ну я могу ошибаться, и вот поэтому я хочу вам задать вопрос, нужно ли вот это все делать? И что нужно, если нужно, чтобы не делать избытка? Потому что у взрослых очень часто бывает, что какие-то есть жалобы, вовсе не требующие такого вот вмешательства усиленного, как с инструментальной диагностикой. Ну вот у младенцев здесь, конечно, нужно правильно расставить задачи, которые мы будем как раз ставить перед инструментальными исследованиями. Что мы хотим с их помощью получить? Мы хотим доказать наличие рефлюкса? Скорее всего, нет. Мы будем хотеть исключить какие-то другие возможные органические патологии, не рефлюксные болезни, то есть более тяжелые, чтобы исключить их. Потому что в основе упорных срыгиваний, рвота, отказов от еды могут лежать врожденные пороки развития. Например, пилористеноз. То есть когда пилорический отдел не просто в гипертонусе, а когда он анатомически изменен, плохо проходим, и без хирургического вмешательства это состояние никак не разрешится. Плюс могут быть какие-то другие причины сонтенозов на разных уровнях верхних отделов пищеводительного тракта. И здесь вступают уже дополнительные симптомы красной флаги, например, примеси желчи в рвотных массах. Также ребенок может упорным усилением срыгиваниями или рвотами реагировать на любую интоксикацию, инфекцию, например. Видимый очаг или невидимый, например, инфекция мочеводящих путей. Поэтому на то множество тестов, которые потребует младенец с вот этими красными флагами, скорее эти исследования будут направлены на то, чтобы исключить другую причину срыгивания и рвот, нежели чем рефлюксную болезнь. Поэтому мне хотелось бы, чтобы это врачи и родители тоже понимали, почему ребенку с рвотами назначается анализ мочи, допустим, или делается УЗИ почек, или рентген в том числе. То есть в первую очередь с такими симптомами не делают гастроскопию, а исключают другие заболевания. Даже если мы делаем гастроскопию, мы ее делаем скорее не для того, чтобы найти какие-то эрозии в пищеводе, потому что даже при наличии забросов, пусть даже не кислых в пищевод, эрозии у младенцев находят крайне редко. А для того, чтобы, опять же, исключить какие-то другие, скорее всего, нарушения проходимости, которые могут приводить к подобным симптомам. И все-таки начинаем мы обычно с каких-то более общих исследований. Это что такое? Опять же, общий анализ крови. Ну, опять же, если какие-то красные флаги острого состояния. Здесь все в совокупности оценивается. Общие анализы. Но в основе, конечно, для того, чтобы принять решение, что более приоритетно сейчас, это тщательный анамнез, включая анамнез в течение беременности, родов, самого раннего периода первых дней недель жизни, когда начались симптомы. Потому что, опять же, для функциональных срыгиваний характерно начала симптомов нет. Нет, как раз-таки нет. Наоборот, в возрасте старше двух-трех недель это заложено в римских критериях. А вот те срыгивания, которые начались раньше, вот это как раз-таки вопрос... Пилоростеноза, да, наверное? Возможно, в том числе, да. То есть это вопрос исключения врожденной какой-то пороков, в первую очередь. Поэтому об этом нужно понимать. Так, ну и вот, например, мы исключили врожденные пороки, другие причины, и вот понимаем, что у этого малыша действительно гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. А вот про водно-сифонную пробу расскажете? Или она не у младенцев делается? Ну, я помню, что как-то раз я у вас спросила, вы делаете взрослым водно-сифонную пробу, на что Валерия Олеговна сказала, что... Ну, мы правда не делаем. Да, потому что у взрослых, наверное, кажется, что это что-то вообще загадочное. У детей, ну вот, на данный момент такая достаточно рутинная история. К сожалению, в мировой практике она не стандартизована, ну, примерно, чтобы взрослые, особенно врачи, понимали, если действительно не знают, что это такое. Это ультразвуковое исследование желудка и пищевода. Ребенку удается выпить какая-то жидкость. Все делают по-разному. Ну, младенцам там это может даваться грудное молоко, смесь, вода в более старшем возрасте тоже, в основном воду. И после этого смотрят, есть ли заброс содержимого из пищевода... Из желудка в пищевод. Из желудка в пищевод. С помощью УЗИ. Да, вот, но все-таки, как мы с вами сказали, сразу после того, как ты что-то употребил, особенно жидкое, оно имеет право забрасываться, поэтому сложно по этому кратковременному исследованию говорить о наличии рефлюксов в течение суток, как требуют более такие строгие критерии, и о том, насколько это рефлюкс патологический. Вот, поэтому... В общем, этого делать не нужно. УЗИ нужно, но скорее для того, чтобы исключить как раз-таки тот же пилористеноз, потому что на УЗИ это такой вот достаточно доступный стандартизованный метод диагностики, где мы можем посмотреть толщину пилорического отдела стенки желудка, проходимость пилорического канала, и там есть свои критерии, да. То есть мы делаем УЗИ, но скорее, чтобы исключить другую органическую патологию, а не для того, чтобы подтвердить рефлюкс. Я вот даже вас слушаю сейчас, и мне кажется немножко странным, что нужны какие-то дополнительные методы исследований, потому что, как вы говорите, что все, что забрасывается, сразу попадает в рот и наружу, поэтому можно совершенно спокойно без всяких PH-мпедансометрий просто считать количество забросов. Абсолютно так. Понятно, что мы не все забросы можем видеть, но, по крайней мере, если ребенок срыгивает, наверное, без дополнительного обследования я могу сказать, что у него есть гастроэзофагиальный рефлюкс. Насколько он патологический, и нет ли там чего-то еще, из-за чего он срыгивает, вот в чем цель дополнительного исследования может быть. Ну, в общем, даже если он есть, это, как правило, наверное, не страшная какая-то история, и она сама по себе потихоньку... Какой прогноз вот такой рефлюксной болезни? Почему мы еще отдельно выделяем младенческую рефлюксную болезнь? Потому что она имеет другой прогноз, в отличие от более старшего возраста, тем более от взрослых, и она имеет другие подходы к лечению, потому что там нет вот этой кислотности, которую мы пытаемся погасить в более старшем возрасте у взрослых. Там скорее как раз-таки вот такие вот немедикаментозные вмешательства. Это режим питания, исключить перекорм, вертикализация после еды для младенцев, вот это вот отношение столбика. А какой режим питания? Более редкое кормление, что ли? Тут тоже зависит от возраста, потому что если это первые месяцы жизни, ребенок на грудном вскармливание, то мы говорим о кормлениях по требованию, а требования с интервалами здесь может быть все очень индивидуально. Но в целом такие вот теории, основывающиеся в том числе на расслаблении нижнего пищеводного сфинктера, говорят о том, что кушать очень часто при подозрении на патологический рефлюкс тоже нежелательно, потому что каждый раз после еды создаются условия для заброса. Но для младенцев, наверное, это не особо актуально. Но может быть актуально как раз-таки исключить перекорм, потому что если это младенец, допустим, с очень хорошими весовыми прибавками, то мы понимаем, что он точно не голодает. И здесь как раз вот с режимом можно поиграть, немножечко стараться выдерживать интервалы хотя бы несколько часов, за которые желудок будет успевать порожняться хотя бы частично от предыдущей порции молока, чтобы новая порция не накладывалась на ту, которая еще есть в желудке, и ребенок может съедать по чуть-чуть, но часто, а суммарно в желудке все равно содержимое прогрессивно увеличивается. В какой-то момент это может закончиться приступом срыгивания или даже рвотой во время или после еды, что родителей, конечно, очень и очень пугает. Поэтому здесь эти режимные постуральные вещи, они такие вот основные. Ну и, пожалуй, то, что еще отличает младенческую рефлюксную болезнь от более старшего возраста, и от подростков, и от взрослых в том числе, это то, что там как раз-таки актуальны диетические вмешательства. Одна из теорий младенческого рефлюкса говорит о том, что в основе может быть пищевая аллергия. И, как самый частый пищевый аллерген, это белки коровьего молока. Особенно это актуально для младенцев, которые получают смеси, которые находятся на искусственном вскармливании, потому что смеси все на основе коровьего молока. И, соответственно, аллергическое воспаление может менять моторику и, соответственно, приводить к более упорному течению срыгиваний и всех вот этих вот рефлюксных дел. Поэтому одним из этапов ведения этих детей, если недостаточно просто режимных, немедикаментозных рекомендаций и загущения пищи, для младенцев это может быть смесь с загустителем более густая, то рекомендуется поменять смесь на лечебную, где белок расщеплен, где сведены к минимуму его аллергический потенциал, и, соответственно, на этом фоне должно уходить аллергическое воспаление потенциальное, и, соответственно, тоже должен наступить эффект улучшения. Но мы пробуем это как диагностический тест на несколько недель, на месяц и смотрим, становится ли ребенку лучше. Дальше мы должны, по идее, провести провокацию, потому что ему может стать лучше только потому, что со временем рефлюкс действительно уменьшается. Но вот если мы проводим провокацию, и ему после этого снова становится хуже, мы, значит, все-таки говорим, что да, скорее всего, здесь аллергия. А насколько часто вот это бывает в вашей практике? История и данные разнятся от единичных процентов до десятка и более процентов в детской популяции вообще аллергии к белкам корового молока. Но мы точно с этого не начинаем. Но если есть еще другие какие-то красные флаги, возможно, пищевой аллергии, это может быть первой тактикой выбора. Но и в любом случае эксперты говорят, что на смеси на основе гидролизованного белка они быстрее эвакуируются из желудка, и в том числе за счет этого тоже могут оказывать позитивный эффект. Но так как младенческая рефлюксная болезнь благоприятна по прогнозу в любом случае, и пищевая аллергия на белки корового молока тоже благоприятна в любом случае, то есть она проходит в течение первых нескольких лет жизни, как правило, то в любом случае мы говорим родителям, что к концу первого года мы попробуем все-таки вернуть все, как любому другому ребенку, плюс этап введения прикорма, это естественное загущение. Поэтому, собственно говоря, после шести месяцев мы ждем очень хорошего улучшения, просто естественного, потому что... И рефлюксная болезнь тоже, да? Да, да. То есть ребенок сидит, ест уже плотную пищу какую-никакую, хоть и пюрированную, но все равно это более плотная история, хотя тоже пюре, не пюре. То есть младенческая рефлюксная болезнь к шести месяцам у всех должна пройти? Нет, не к шести месяцам. Все-таки мы говорим, что, скорее всего, станет намного лучше, но в целом до полутора лет считается, что ребенок может срыгивать в норме. И вот в римских критериях, ну, то есть если срыгивание начинается, например, после 18 месяцев, это тоже считается красным флагом чего-то неблагоприятного. Особенно если это какие-то упорные срыгивания с красными флагами, тогда мы тоже можем говорить и про рефлюксную болезнь, а не про функциональные какие-то срыгивания, или искать еще какие-то организации. То есть перетекает, вот как часто все-таки вот эта младенческая рефлюксная болезнь потом перетекает в какую-то серьезную, с эрозиями, с кислыми рефлюксами, или это совершенно два разных? Очень сложный вопрос, потому что для того, чтобы это сказать, это нужно этих младенцев наблюдать годами и, по сути дела, десятилетиями. Таких не было. Есть такие исследования. Ну вот одно из исследований, которое мы уже много лет цитируем, оно действительно лонгитудинальное было такое, которое отслеживало с младенческого возраста до 9-10 лет, если я правильно помню. И там действительно было показано, что младенцы, которые упорно срыгивали в более старшем возрасте, уже в младшем школьном, все-таки у них были чаще симптомы уже более характерны для рефлюксной болезни, в том числе и сжога. Но говорить о каких-то еще более отдаленных прогнозах сложно. Хотя мы, наверное, можем предполагать, что риски больше, но это не значит, что если младенец упорно срыгивал в младенчестве, то вот он точно в группе риска тяжелой рефлюксной болезни во взрослом возрасте, или у него точно там будет пищевод Баррата, или что вот его момент рождения, это та точка, от которой мы начинаем отсчитывать длительность его рефлюксной болезни, чтобы говорить о повышении каких-то рисков осложнений. В общем, мы можем успокоить родителей, если у младенца есть рефлюксная болезнь, она в большинстве случаев, скорее всего, пройдет и ни во что серьезное не перетечет. Мы стараемся, да, делать так. Но в моменте родителям, конечно, очень сложно принять, что это что-то благоприятное. Ну да, когда ребенок все время срыгивает. А вот еще такой вопрос про пищевод Баррата. Мы потому что взрослые врачи иногда сидим и думаем, вот сидит передо мной там молодая девушка, 25 лет, у нее никогда не было изжоги. И вот она приходит, и ей эндоскопист нашел там, ну, небольшой сегмент, но кишечной метаплазии в пищеводе. И мы вот иногда начинаем дискутировать, а бывает ли врожденный Баррат? Бывает ли так, что человек рождается, и у него вот уже почему-то в пищеводе есть участок кишечной метаплазии? Вы этого не видите у детей? Я могу сказать, что в моей даже диссертации, все-таки возвращаясь даже к истокам своим собственным погружениям в эту тему, было ряд подростков, то есть это были единичные подростки, у которых была подтверждена кишечная метаплазия. Да, то есть это не желудочная, это не какие-то очаги эктопии слизистой желудка в пищеводе, это кишечная метаплазия с бакаловидными клетками, и несколько морфологов пересматривали результаты этих пациентов, и действительно удивлялись, потому что в литературе, ну, практически не описана кишечная метаплазия у детей, в мировой в том числе. Вот, поэтому сложно говорить. Мы можем сказать, что это действительно очень редкая штука, но вот были исследования, в том числе у новорожденных, такие вот посмертные, ну, по разным причинам, да, мы понимаем, что, к сожалению, бывают какие-то летальные исходы при разных заболеваниях, вот, но очаги эктопированной слизистой желудочного типа находят врожденные, с кишечными, ну, вот вопрос. То есть, скорее всего, все-таки, если есть кишечная метаплазия, то это осложнение уже рефлюксной болезни, а не врожденность. Но нужно сказать, что да, это требует каких-то дальнейших изучений, здесь какого-то точного ответа, наверное, пока что сложно дать, но скорее нет, чем да. В общем, заканчивая с младенцами, мы говорим о лечении, наверное, чтобы подвести итог, что мы их не лечим, да, как взрослых, антоцидными препаратами, ингибиторами протонной помпы, мы взрослых-то, на самом деле, отдельно особо-то не лечим антоцидами, есть только редкие... Взрослых детей вы имеете в виду, да? Ну, какие-то редкие, если эпизодические симптомы, но в целом, если пациент явно страдает от кислотозависимых симптомов, будь то подросток, которых уже четко описывает, либо взрослый, ну, все-таки более надежная штука это ингибиторы протонной помпы. На младенцев нет? У младенцев, опять же, все-таки, если говорить о них, то ингибиторы протонной помпы не просто не показаны, а все больше говорят о том, что они противопоказаны в младенческом возрасте, в том числе потому, что риски побочных эффектов, эффект позитивных практически не доказаны, а побочных эффектов доказано достаточно много, включая повышение инфекционной заболеваемости, потому что нарушение кислотного защитного, по сути дела, барьера противоинфекционного приводит к большим рискам кишечных инфекций у этих детей, в том числе и респираторных, тоже осложненных, описывают некоторые данные, хотя там все время какие-то претерывчивые выходят данные. Повышенный риск и переломов у тех детей, у которых в младенчестве были ингибиторы протонной помпы в отдаленных, в том числе последствиях нарушения микробиоты из-за нарушения кислотности, в том числе всякие клостридиальные дела. Поэтому если нет позитива, но есть риск негатива, то это не дает нам права широко использовать эти препараты у младенцев. Может быть, обсуждается только вопрос из инофильного изофагита, но мы сегодня не будем обсуждать вот это. А вот вопрос про прокинетики. Все-таки вы сказали, что они нарушены моторику. Не доказана их эффективность значимая. И тоже у большинства прокинетиков есть данные о побочных эффектах, в том числе влияющих на сердечную проводимость, поэтому тоже не в их пользу. Про кинетики рутинно в рекомендациях прописано, что не рекомендованы. Малышам? И не только малышам. У детей вообще нет. Так, ну давайте что, перейдем к подросткам. Ничего я не забыла спросить про младенцев? Ну, пока что вроде бы основное вот так. Но если будут какие-то вопросы на вслушательные, тогда уже говорим. Хорошо. Так, ну давайте перейдем сразу к подросткам. Или есть какие-то особенности еще у детишек 6, 7, 8 лет? Вот это такая загадочная, на самом деле, категория, потому что если говорить о школьниках, о подростках, у них уже действительно можно выявлять какие-то, ну явные, вроде как, кислотозависимые симптомы, типичные для понимания взрослого гастроэнтролога, такие как изжога, какая-то там кислая отрыжка, ну или что-то они могут описывать похожее, что мы понимаем, что это что-то похожее на изжогу, потому что даже не любой взрослый назовет свое ощущение изжога, и все-таки мы иногда догадываемся по-разному об этом. Соответственно, пока ребенок не говорит, в принципе, сказать, что его там беспокоит, даже если он уже не младенец, и ничего у него изо рта не вытекает, вот здесь сложно. И здесь, на самом деле, очень большой набор каких-то рефлюксподобных, может быть, симптомов, таких как отрыжки, руминации. У меня раз в неделю какие-нибудь обследованные годами дети с руминациями, которые трактуются как рефлюксная болезнь, хотя руминация — это вообще отдельное функциональное расстройство. Руминация — это заброс пищи в рот, да? Заброс пищи в рот и последующее обратное пережевывание и проглатывание, либо выплевывание. Но здесь суть в том, что при руминациях как расстройство питания, оно в психиатрических классификациях есть, и в гастроэнтологических, в римских критериях есть, оно не связано со слабостью нижнего пищеводного сфинктра, как истинная рефлюксная болезнь. Оно связано с сокращениями передней брюшной стенки, с повышением давления брюшной полости, и вот этим давлением на желудок, и под этим давлением содержимое выбрасывается обратно в пищевод, при этом тонус нижнего сфинктра может быть абсолютно нормальным. Доходит до рта и обратно. И, соответственно, здесь не работают, тем более, ни ингибиторы протонной помпы, ни какие-то другие подходы, потому что основа — это вот эти сокращения передней брюшной стенки, зачастую неконтролируемые. Как отличить руминацию от рефлюксной болезни? По типичному описанию, родители часто описывают это как рвоты после еды, что ребёнок многократно срыгивает. И если не видеть, как это происходит, руминации, как правило, происходят у детей после каждого, ну и у взрослых, на самом деле, тоже почти после каждого приёма пищи, при этом особо ребёнка зачастую не беспокоят, то есть родители просто видят, как у него что-то возвращается в рот, потом он это дальше проглатывает, могут описывать, что у него постоянно пахнет рвота изо рта. То есть при этом у ребёнка, как правило, особенно неговорящих, ещё маленьких детей, нет никаких страданий. То есть они руминируют туда-сюда, как жвачка, и бегают себе, прыгают, занимаются своими делами. Но для родителей это, конечно, такая стрессовая история, детей обследуют многократно, как правило, не находят даже каких-то подозрений на тот самый рефлюкс, что даже водно-сифонная проба у них часто бывает положительная, точнее, отрицательная, но тут на это сложно ориентироваться. Последствий никаких рефлюксов у них не находят. А что делать? Нужно вообще на это обращать внимание? Или это само пройдёт? Ну, по-разному. У кого-то пройдёт. У детей, например, с поведенческими расстройствами, это как паттерн внутри их поведенческого расстройства, может быть такой вот неконтролируемый. Здесь прогноз похуже. Но суть в том, что это лечится также поведенческой и в более старшем возрасте когнитивно-поведенческой терапии, когда ребёнка учат распознавать предвестники руминаций и, используя различные, как правило, дыхательные техники, останавливать эти сокращения. Это брюшное дыхание и когнитивно-поведенческая терапия. Дети уже постарше говорят, что они знают, когда это начинается. Я могу сделать так, чтобы этого не было. И здесь уже психологи подключаются и учат вот эти ощущения использовать для того, чтобы останавливать это. Ну, то есть это больше не гастроэнтерологическая проблема, а задача гастроэнтеролога – дифференцировать и направить к специалисту. Да. Первая часть – это информировать и просветить, сказать, что это не рефлюксная болезнь, не надо дальше обследоваться, достаточно того, что вам уже посмотрели, исключили грубую органическую патологию и, соответственно, признать существование руминационного расстройства и дать рекомендации, ну, дать информацию по прогнозу и дать, возможно, если по возрасту уже ребенок подходит, рекомендации по психотерапии. Так, ну хорошо. А если перед нами вот подросток с классической рефлюксной болезнью, во-первых, первый вопрос – почему вдруг у подростков и детей возникает рефлюксная болезнь? Это же какие-то врожденные особенности. Тут уже абсолютно, ну, практически ничего не отличается от взрослых. Ну, вот у взрослых главная причина, как мне кажется, это вот ожирение по абдоминальному типу. Это какой-то образ жизни. Ну, я думаю, что вы согласитесь со мной, что, в принципе, не все, далеко не все пациенты с типичной рефлюксной болезнью страдают предрасполагающими к ним там избыточным весом и ожирением. Например, у меня тоже рефлюксная болезнь, но, как вы видите, никакого ожирения у меня не было и нет. Поэтому здесь все-таки это совокупность дефицита каких-то антирефлюксных механизмов и преобладание вот этих самых предрасполагающих каких-то еще возможных причин к рефлюксу, потому что это вот такие, как весы, часто представляют рефлюксную болезнь. Ну, то есть сказать, что вот там, например, маме, что вот это, вот это, вот это вот факторы риска для… Это факторы риска. Избыточный вес по исследованиям у детей и подростков это в том числе фактор риска, но, опять же, да, мы можем давать рекомендации по нормализации рутины питания, вне зависимости от того, есть лишний вес или нет, потому что в любом случае в итоге заброс, если есть чему забрасываться, если там человек переедает, неважно, есть у него лишний вес или нет, это создает условия для заброса. То есть не переедать? Соблюдать режим питания, да, не переедать. И, ну, есть некоторые данные по каким-то отдельным, там, опять же, снижение тонус нижнего пищеводного сфинктера, газированных напитков, сладких. Ну, то есть вот, в принципе, общие такие всем известные рекомендации по здоровому питанию. При этом нет каких-то строгих рекомендаций в плане исключения каких-то продуктов, это индивидуально, так же, как у взрослых, если вот есть какие-то ощущения, что от этого у тебя больше симптомов, ну, окей, не злоупотребляйте. Но каких-то более строгих по набору продуктов нет. Скорее, вот режимные рекомендации они будут преобладать. Ну, хорошо. И медикаментозное лечение такое же, как у взрослых. Да. Ну, вот все-таки мы же почему делаем, например, обследование у взрослых? Потому что мы боимся развития осложнений рефлюксной болезни, да? Мы же их подвергаем эндоскопии, например, не для того, чтобы зафиксировать факт рефлюкса, а для того, чтобы увидеть, нет ли там того же пищевода Барата или стриктуры, или рака пищевода. Ну, у детей нужно это делать? Мы опасаемся вот такого? Или все-таки детям не проводят инструментальное подтверждение? Вот давайте еще раз об этом поговорим. Неосложненные типичные кислотозависимые симптомы рефлюксной болезни считают, что не требуют обязательного исследования. То есть здесь можно начать сразу лечить. Если мы получаем хороший эффект, в том числе от ингибиторов протонной помпы, то этого достаточно, можно такое лечение продолжить. Но если у нас все-таки есть какие-то красные флаги, что могут быть осложнения, то рекомендуется, хоть они пока в последних документах не запротоколированы, но опять же, как я уже говорила, эксперты говорят, что нам тоже нужна импеданская ашметрия, чтобы в том числе различать функциональные нарушения, гиперсенсивный пищевод, функциональная изжога и истинная рефлюксная болезнь. Эти же состояния, вот сейчас уже активно используя эти методики у подростков в том числе, исследователи говорят, все то же самое. Все то же самое. Абсолютно как у взрослых. Да, все те же тенденции. А с эндоскопией, эндоскопией? С эндоскопией, если вот говорить о риске осложнений, то у подростков она резко возрастает. И частота нахождения воспаления эрозивно-язвенного в пищеводе в подростковом возрасте резко растет по сравнению с более младшим возрастом. Поэтому, наверное, подростки все-таки при упорном течении, особенно если не срабатывая стандартная терапия ингибиторами протонной помпы, они все-таки будут кандидатами на эндоскопическое исследование. Но не всем подряд. Не всем. Такие тяжелые формы эзофагита С, Д даже у подростков мы находим крайне редко. Скорее только если есть еще что-то предрасполагающее. Например, тяжелые грыжи, которые не дают сожить пищеводу. У меня сейчас есть пациентка, которая буквально несколько лет и уже фундупликация, и манжета слетела, и этот язвенный эзофагит степени D, а при этом никаких жалоб. А почему бывают у детей грыжи? Это может быть врожденное состояние в том числе. То есть это, скорее всего, что мы обсуждаем с хирургами, бывает ли короткий пищевод, не бывает ли короткого пищевода. То есть все-таки у детей, наверное, что-то такое есть. Мы поговорим об этом еще с хирургами с вами летом. Но, скорее всего, да, есть и какие-то врожденные состояния, которые могут предрасполагать. Но все равно это редкость. И, как правило, у этих пациентов есть красные флаги, которые заставляют нас их обследовать. И вот, например, у этой пациентки, у которой изначально были руминации, но они были коротко, и они как-то сами прошли. Но причина, почему ей сделали первый раз эндоскопию в возрасте 7 лет, было то, что у нее случайно нашлась тяжелая анемия. Вот адаптационные возможности детского организма иметь гемоглобин 70 и не иметь никаких жалоб, иметь полностью эрозированный язвенный пищевод и не иметь никаких жалоб. Вот. И там впервые нашли вот эти язвы и грыжу. И пищевод весь в эрозиях считается, что это действительно может быть причиной тяжелых анемий. У взрослых это описывается. А тяжелая анемия – это повод для эндоскопического исследования. Давайте подытожим, да, что значит, если перед нами подросток без красных флагов с типичными симптомами рефлюксной болезни, мы можем его начать сразу лечить. Если перед нами ребенок с анемией или с какими-то некупируемыми симптомами или что-то нас еще заставляет тревожиться, тогда мы делаем им классическое обследование как при гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Это может быть эндоскопическое, рентгенологическое исследование, да, пищеводы с барием. И PH-импедансометрия нам, скорее всего, нужна для дифференциального диагноза. Если мы не нашли ничего другого, она нам, конечно, может понадобиться. Но, к сожалению, доступность ее у нас в стране, если не ноль, то стремится к этой цифре на данный момент. Она, конечно, наверное, большинству пациентов рутинно не нужна, но какие-то сложные диагностические случаи, в том числе дифф-диагностика с функциональными нарушениями и диагностика патологического рефлюкса при каких-то синкопальных и каких-то экстренных таких состояниях, как остановки дыхания, например, во сне, когда мы ищем разные причины, оно может понадобиться. Поэтому пытаемся работать над тем, чтобы это исследование все-таки было доступно, чтобы сложных пациентов можно было дифф-диагностировать. Но у взрослых вы занимаетесь это более рутинно. Перед тем, как перейти к лечению подростков и взрослых, давайте мы поговорим с картинками, о инструментальных методиках. Это эндоскопическое исследование. Почему я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, дорогие зрители? Потому что каждый день ко мне и к вам, наверное, Евгения Маратовна, приходят пациенты с заключениями от эндоскопистов, где написано, что единичная эрозия, например, степени А, или грыжа пищеводного отверстия диафрагмы размером 1 см, или просто зияющая кардия. И сразу же выдается эндоскопистам вердикт. Особенно если там грыжа какая-то как будто бы небольшая. Консультация гастроэнтеролога. Консультация гастроэнтеролога, гастроэзофагиальный рефлюкс, рефлюксная болезнь. Иногда эндоскописты даже говорят, что вам необходим хирург очень срочно, что если вы не прооперируете свою небольшую грыжу, то будет рак пищевода или какие-то осложнения. Поэтому вот мы хотим с Евгением Маратовым обратить ваше внимание на то, что критерием установления рефлюксной болезни, как мы уже сказали, во-первых, является наличие типичных характерных жалоб. Если мы обращаемся к эндоскопии, то отек слизистой оболочки или зияющая кардия не является критерием. Мы должны на эндоскопическом обследовании увидеть какие-то более серьезные изменения, когда вот эта кислота, забрасываемая в пищевод, а может быть и не только кислота, а желчи, еще какое-то содержимое из 12-перстной кишки, вызывает действительно повреждение слизистой оболочки дистального отдела пищевода. И вот такими характерными изменениями это множественные эрозии. Вот вы видите на слайде сейчас множественные эрозии в дистальном отделе пищевода. Вот если мы видим такую картину, то здесь мы, скорее всего, уже не будем сомневаться, что у пациента есть именно гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. И как рекомендуется последними консенсусными документами, все-таки эндоскопист должен описывать изменения в пищеводе, если он их видит, согласно лос-анджелесской классификации. Потому что очень часто мы видим у нас разные интерпретации в описаниях. Та же самая недостаточность кардии, она трактуется уже как или там катаральный эзофагит, просто покраснение слизистой оболочки или отек. Это еще не признак рефлюксной болезни. Детские эндоскописты не могут прийти пока к консенсусу. У нас нет какой-то отдельной эндоскопической классификации. В целом рекомендуется ориентироваться на лос-анджелесскую. Но и мировые эксперты, детские эндоскописты, все-таки высказывают мнение о том, что катаральный эзофагит у детей все-таки это тоже нельзя сказать, что это норма. Но единого мнения нет. Потому что что есть катаральный эзофагит? Это достаточно субъективная история. Один посмотрит, скажет гиперемия, другой посмотрит, скажет, ну как бы не гиперемия. Поэтому здесь, конечно, если уж говорить про такие какие-то формулировки, как диагноз или как что-то значимое для заключения, они тоже, наверное, должны быть какие-то критерии. Особенно с учетом того, что сейчас есть эндоскопия высокого разрешения, когда действительно можно установить какие-то, ну даже практически на микроскопическом уровне какие-то критерии. Я знаю, что у взрослых там всякие японские штучки классификации пытаются как-то это сделать. У детей официально такого нет. Пока ориентируемся на лос-Анджелесскую классификацию. Ну вот и ждем каких-то новых рекомендаций. Они, может быть, будут. Ну вот пока у нас есть Лионский консенсус, который говорит о том, что вот абсолютными, так скажем, эндоскопическими критериями наличия рефлюксной болезни является только изофагит степени С и Д. То есть единичная эрозия в пищеводе без других каких-то критериев рефлюксной болезни, если у пациента нет жалоб характерных, нет анамнеза рефлюксной болезни, а просто эндоскопист увидел единичную эрозию в пищеводе, это совершенно не значит еще, что у пациента есть рефлюксная болезнь. Понятно, если перед нами там, ну пусть подросток, у которого каждый день изжога, и он очень мучается, и эндоскопист видит у него там даже пусть отечную слизистую оболочку, мы в любом случае уже установим диагноз рефлюксной болезни. Мы скорее не пойдем сразу на гастроскопию. Нам здесь не нужна даже уже особая эндоскопия, да, чтобы установить этот диагноз. Здесь как раз тоже одна из проблем нынешних рекомендаций, что еще снижает чувствительность эндоскопического исследования, что на первом этапе мы его не рекомендуем, мы рекомендуем сразу начинать лечение, в том числе ингибиторами протонной помпы. Ну, а на следующем этапе, если все-таки у нас они не справляются, и мы делаем эндоскопию, что бы мы там ни нашли, мы не знаем, что там было до того, как мы давали ингибиторы протонной помпы. Вот, поэтому здесь, может быть, у детей все-таки... Я очень люблю Леонский консентус, потому что, ну, он хоть как-то говорит о том, что нужно объективизировать все-таки рефлюксы, чтобы ставить этот диагноз. Но вот у детей пока таких у нас критериев нет. Возможно, они будут приближены к нему, но, возможно, вот эти все показатели будут все-таки снижены, да, только возможно, не С и Д, а там, может быть, Б тоже нам разрешат сразу ставить рефлюксную болезнь. Но посмотрим. Но в целом у нас таких строгостей нет. В целом эрозивный изофагит считается, что это достаточно такой уже предиктор все-таки значимой рефлюксной болезни, и полечить, наверное, в том числе кислоты с апрессивными препаратами имеется. Ну, по крайней мере, не катаральный изофагит. С катаральным больше вопросов. Обращаю, да, внимание взрослых эндоскопистов, что если вы видите отек и покраснение, и больше ничего, не стоит сразу человека пугать, что у него обязательно рефлюксная болезнь, и нужно... И это навсегда, и страдать вам всю жизнь. Обязательно сразу начинать лечение. Все-таки это совокупность критериев. И почему еще вот такие строгие критерии? Потому что очень часто наши пациенты уже думают об оперативном лечении. И вот им опять-таки эндоскопист написал эрозию степени, а у него нет никаких других данных за рефлюксную болезнь, а он уже идет к хирургу, и хирург ему говорит, нужно оперироваться. Вот Леонский консенсус, по моему мнению, он вот именно такой строгий для того, чтобы не прооперировать лишнего. Он выделил очень четкие такие стопроцентные критерии рефлюксной болезни. Если у пациента есть эзофагит степени С и Д, сомнений нет. Но если у него эзофагит степени А, докажите, что у него есть рефлюксная болезнь, прежде чем оперировать. Собственно говоря, докажите, что ваша операция будет эффективна, потому что если окажется, что у него нет истинной рефлюксной болезни, в том числе по данным импеданс-пэшметрии, ему будет сделана операция, а страдать он будет так же, а может быть даже и больше, потому что мы понимаем, что операция, к сожалению, любая операция может иметь осложнение. Понятно, что риски, может быть, не такие какие-то высокие, как при других оперативных вмешательствах, более серьезных, но все равно. Ну вот здесь у меня картинки такие уже более страшные, да, сливные эрозии, покрытые налетом. И почему я показываю вот эту картинку еще из эзофагит степени Д. Здесь все-таки, вот здесь надо обратить внимание, что такую картину эндоскопически желательно бы пересмотреть. Как гласят рекомендации, мы должны в этой ситуации назначить антисекреторную терапию на 8 недель, а потом пациента пригласить заново, потому что вот под такими сливными эрозиями эндоскопист может не увидеть и рак пищевода, дисплазия, пищевод Барата. А эзофагиты степени А и степени Б рекомендуют не пересматривать. Вот еще, да, очень интересный такой момент, потому что у нас в стране очень любят. Увидели единичную эрозию, я не знаю, как у детей, но у взрослых обязательно через 4 недели придите, посмотрите, зажила ли эрозия. Эрозия единичная в пищеводе не представляет никакой опасности для жизни, она обязательно заживет, особенно если вы назначили ингибиторы протонной помпы, поэтому смотреть на нее второй раз. Вот у нас дети часто попадают в эту ловушку, что все-таки там, к сожалению, у нас есть такая проблема, что часто пациенты сами назначают себе обследование до того, как пошли к врачу, да, и бывает, что и детям некоторые могут согласиться сделать исследование даже без назначения, хотя это намного более сложно, чем, например, взрослый сам придет в эндоскопический какой-то кабинет. Вот, и потом единожды найдена единичная эрозия, все, это повод для стресса на долгие годы всей семьи, а вот у меня там у соседа, там прадед умер от рака пищевода, а вот это что же нам теперь, вот это все, вот всю жизнь быть на готове, и переделывают реально вот на уровне вот этой тревоги, в первую очередь, эти исследования, ну, на мой взгляд, это избыточно, конечно, мы прекрасно по исследованиям знаем, что до 90 и более процентов заживления эрозии на фоне стандартных дозировок ингибиторов протонной помпы в течение восьми недель. В общем, если вы современные грамотные врачи и основываетесь в своей работе на данной... Найти единичную эрозию в пищеводе вообще не вопрос. Это самая частая находка на эндоскопических исследованиях, в том числе у детей, не знаю, как у взрослых, но у детей по данным исследованиям. Поэтому, значит, мы пересматриваем только эрозии степени С и Д эндоскопические. И главное не для того, чтобы посмотреть, зажили ли эти эрозии, а для того, чтобы увидеть что-то более серьезное. Ну, слава богу, у детей такой настороженности нет, но если уж мы находим такие тяжелые эзофагиты, то мы пересматриваем... Вы их тоже пересматриваете? Да, опять же, вот, чтобы понять динамику, вот, например, у этой пациентки, сколько бы мы ни пересматривали все несколько лет, все время Д, вот, вот эта вот грыжа тяжелая, с которой никак не получается справиться. Ну, про оперативное лечение мы сейчас еще... Ну, могут быть, еще нужно сказать, что могут быть и другие причины эрозивных процессов, тяжелых, упорных, в том числе нужно не забывать, например, про болезнь крона, которая также может локализоваться в пищеводе и ингибиторами протона помпы вы не вылечите. Это, конечно, редкие истории, но вот наши эндоскописты детские показывают эти картинки. С одной стороны, это выглядит зачастую более по-другому, не так, как просто эрозии, но по литературным данным, так как я вот эту тему тоже прорабатывала, картинки показывают, вообще невозможно отличить эту язву, язвы в пищеводе и по локализации, по внешнему виду от тяжелого просто пептического изофагита. Но вот пока не полечат там, да, противовоспалительной терапии, но они не проходили, да, то есть вот этот ответ на... ну и плюс в других местах бы находили очаги болезни крона, поэтому... Сейчас мы напугаем все... Должны шире, да, но у детей это крайне редко. А какие еще причины могут быть? Вот мы говорим, что вот эрозия степеня — это необязательно рефлюксная болезнь. Какие еще могут быть причины эрозии в пищеводе? Ну, рассматриваются в том, что инфекционные какие-то причины, которые могут быть... Прием некоторых лекарств. Инфекционные препараты, да. Ну, здесь сложно как-то говорить, оперировать какую-то статистику у детей, потому что ее просто нет. Во-первых, и частота эндоскопических исследований такая высокая, как у взрослых и здоровых никто не смотрит, поэтому сравнить эти популяции с жалобами, без жалоб и каких-то еще факторов сложно. Поэтому здесь можно предполагать разные причины, но в целом это такое вот... Есть более вероятные, менее вероятные. Вот, а эта картинка тоже хочу, чтобы вы обратили внимание. Вы видите вот введение эндоскопа, слизистая оболочка пищевода совершенно без эрозий, но нижний пищеводный сфинктер раскрыт. И вот частенько мы получаем такое заключение, что недостаточность нижнего пищеводного сфинктера или кардия зияет, кардия смыкается неплотно. Вот, для гастроэнтеролога грамотного, наверное, это не повод для беспокойства, зато эти слова, они очень сильно тревожат наших пациентов. То есть каждый раз, когда они видят, что кардия смыкается неплотно, все это... В этот момент у них начинается изжога. Ну, бывает и так. Поэтому вот такая картина все-таки не повод для обследования, лечения и беспокойства. А вот это вот предыдущий пациент, которому провели контрольное исследование после курса ингибиторами протонной пумпы. И вот при специальном освещении увидели участок дисплазии высокой степени. То есть вот для чего мы должны, по сути, повторять эндоскопическое исследование при тяжелых изофагитах. Так, ну теперь вот у меня еще есть картинка, это я. PH-мпедансометрия. Когда-то были такие картинки, но это было так давно, тогда даже не было смартфонов. Поговорим о PH-мпедансометрии, коли уж мы с вами тут собрались. У нас есть еще немножечко времени про значимость, про дифференциальную диагностику, да или нет. Ну вот расскажите у взрослых, потому что, Валерия Олеговна, вы регулярно проводите, и к вам направляют разные врачи для проведения этого исследования, и импеданс-пэшметрии, и, возможно, манометрии. Какие, может быть, у вас основные показания, с чем вам отправляют? Потому что, ну, нет некого, некуда отправить на данный момент особо. Если только это потенциально хирургический больной, в Морозской больнице, в теракальной хирургии потенциально можно провести это исследование. А в таких водорутинных амбулаторных, наверное, нет. То вот у вас какой контингент в основном идет на это исследование? Ну, вот это тоже очень такой интересный, сложный вопрос, потому что, вот мы с вами поговорили, что есть у рефлюксной болезни типичные симптомы, на основании которых мы диагнозы устанавливаем. Прежде всего, это изжога, кислый привкус в артурии, гургитация. Но частенько наше лечение стандартное антисекреторными препаратами пациентам не помогает. И тут уже все начинают очень сильно переживать. Пациент умирает, буквально в смысле этого слова, от изжоги, от кислоты во рту. Доктор назначает двойные-тройные дозировки, пациенту не помогает. И вот в таких случаях, для того, чтобы понять, что же все-таки происходит, как правило, у таких пациентов эндоскопических изменений уже никаких нет, потому что они пьют достаточно высокую дозу ангибитеров. И, скорее всего, у них и не было никаких изменений, поэтому у всех возникает подспудная мысль, а действительно ли это рефлюксная болезнь, или это был ли мальчик, или это что-то еще. И вот это вы видите на экране прибор, исток системы его выпускает наша российская компания. Есть и зарубежные препараты, но вот этот, не препараты, а аппараты, да, приборы использую я. Он, в общем-то, более доступен. И вот вы видите зондик, он такой тоненький, с большим количеством датчиков. Я так подробно описываю, потому что исследования сейчас очень многие любят назначать, но практически никто не представляет, как это делается. Как объяснить пациенту, что с ним будет происходить. Да, и врачи, чтобы тоже представляли, как это выглядит, вот этот вот тоненький зондик диаметром 2-3 миллиметра, он вводится через нос, в пищевод, в желудок, и пациент сутки с этим ходит. Как правило, вот что мы получаем через сутки после исследования. Вот это вы видите, PH-импедансометрия, классическая гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Зелёная линия внизу, это PH в желудке на уровне, вот вы видите, почти у самого дна. Это гастроэльный рефлюкс или еда? Это еда. Вот на уровне... Было бы как приём пищи. Да, на уровне единички, вы видите, да, зелёная линия практически, вот внизу, это кисло, PH-1, это очень кисло. И вот такие вот холмики, три штучки, это когда человек принимал пищу, и у него PH в желудке становилось более высоким, то есть кислота нейтрализовалась. А вот эти два сиреневых выше графика или что, линии графика, это как раз PH в дистальном и в проксимальном отделе пищевода. И вот в дистальном отделе пищевода должно быть на уровне 7 единиц, ну, 6-7 единиц, более-менее. То есть условно можно провести такой вот откат по четвёрке же, да? Ну, по четвёрке, лучше по шестёрке в идеале, по шестёрке. Нет, я имею в виду патологию, когда ниже 4. Да, да, когда PH падает ниже 4, это всё кислые рефлюксы, и вот мы видим здесь... Это будет считать прибор как патология. Да, видим огромное количество кислых рефлюксов в нижнем отделе, в верхнем отделе пищевода, вот она как раз, это самое, как будто... Идеальная линия, да. До верхнего отдела кислота не долетает, не забрасывается, а вот в дистальном отделе мы видим тут, наверное, около 100 рефлюксов. Это очень много, это типичная, как бы вот если мы видим такую картину у пациента, которому не помогают ингибиторы протонной пумпы, или у которого мы сомневаемся, есть рефлюксная болезнь или нет, оперировать его или нет, мы убедились, что здесь очень много кислых рефлюксов, действительно диагноз подтверждён, но такая ситуация, она бывает не очень часто. Вот ещё одна картинка, вот здесь как раз вот, наверное, дуоденогастральный рефлюкс. Вот мы видим 2 графика в желудке, и вот в конце исследования такой достаточно длительный холм подъёма PH в желудке до 8-9 единиц, это заброс желчи в желудок, вот, а сиреневая линия тоже вы видите в пищеводе огромное количество вот таких вот падений PH, тоже классическая рефлюксная болезнь. А вот другая ситуация, она бывает, последнее время у меня всё чаще и чаще, когда пациент приходит, ему не помогают ингибиторы протонной помпы, он мучается от жжения языка, кислого привкуса во рту, там, изжоги. И мы проводим PH-импедансиметрию, и вы видите, у него все датчики. Нет, один, один кислый рефлюкс. Это нижние 2, это PH в желудке. Ну, верхний тоже, видишь, там падает. Это приём пищи. Вот это вот то, что вы видите, линия 7-7-7 везде, это базальное значение, то есть нет у пациента кислоты, да, PH не находится на уровне единицы. А вот когда вот один раз так упало ниже 4-х, это пациент в это время принимал пищу. Так бывает, что она может, может быть, он что-то кислое поел, может быть, он там чай с лимоном попил. Ну, в общем, вот эта ситуация, когда у человека отсутствует... Слотность лимона не достигает таких цифр. Ну, нет, Евгения Маратна, это приём пищи. Вот там сверху зелёненьким отмечено, это приём пищи. В общем, это анацидный аутоиммунный гастрит, как оказалось. То есть такое тоже бывает, что мы лечим пациента как будто бы с рефлюксной болезнью, антисекреторными препаратами, а после проведения PH-метрии обнаруживаем, что у него совсем другое заболевание, аутоиммунный гастрит. И вот этот вот кислый вкус во рту связан, вероятнее всего, с дефицитом витамина В12, с извращённым вкусом. Да, нейропатия сосочков языка. Ну вот здесь вот, наверное, сложно будет что-то нашим зрителям разглядеть. Это возможности уже дополнительно датчиков импеданса. То есть PH нам даёт возможность увидеть только кислые рефлюксы, а импеданс даёт возможность увидеть ещё щелочные и слабо кислые рефлюксы. И это вот как раз вот этот предыдущий пациент, у которого нет в желудке кислоты. Но когда мы анализируем данные с импедансом, мы видим, что у него зато есть слабо кислые... Вот здесь я могу тоже даже по поводу детей сказать, потому что вот исследования, которые, например, на младенцах в том числе проводились, они проводятся не просто импеданс в PH-метре, а ещё с видеомониторингом. То есть ребёнка ещё снимают и сопоставляют потом момент беспокойства ребёнка и по времени изменения импеданс в PH-метре. И вот как раз у детей линии PH, они вот такие ровненькие, ну или там, да, они скачут, но они не достигают этих патологических кислых цифр. То есть все слабо кислые. А вот по импедансу, или даже нейтральные, да, щелочные, но по импедансу виден любой запрос болюса жидкого содержимого, и ещё он даёт возможность фиксировать в том числе газовый болюс, да, то есть просто напомню, потому что у детей, у младенцев ещё во время кормления, особенно это выражено, заглатывание воздуха. И вот это вот растяжение пищевода, в том числе вот этими воздушными болюсами, да, то есть скоплением воздуха тоже может давать симптоматику. Опять же, это не истинная рефлюксная болезнь, но это похожие внешне по описанию симптомы. Они могут сочетаться между собой, и рефлюксные, и вот эти вот воздушные истории. Поэтому вот это исследование, например, у младенцев, оно позволяет, ну вот, визуализировать и доказать, в первую очередь, родителям, потому что нам, врачам, зачастую это и без этого понятно, что вот, вот, вот что происходит у вашего ребёнка внутри. Не нужны ему ингибиторы протонной помпы, здесь дело в другом. Именно в растяжении больше, да? В газовых, вот этих вот воздушных болюсах, и особенно если этот момент вот этого вот болюса в пищеводе совпадает с периодом беспокойства, да, мы можем говорить, что это вот такая временная связь симптома и изменений. А вот интересная история тоже, человек мучается очень сильно от изжоги, и вот здесь вот вы видите абсолютно идеальную картину. В желудке зелёная линия кислопэш на уровне, там, полутора единиц, а в пищеводе, в дистальном отделе мы не видим, по-моему, ни одного падения пэш вообще. Даже еда не даёт никаких... Ну вот чуть-чуть, видите, падает, да, но нет вообще ни единого... Мы сказали с вами, что может быть 50 рефлюксов в норме у этого человека, который... Ночь, посмотрите, я люблю ночь. Ночь, да. Когда вообще никто ничего не глотает, ни слезная линия, да. То есть человек не может жить от изжоги, он уже собрался на операцию, и мы видим вот здесь картину, что нет никаких рефлюксов. И вот нам программа выдаёт, Евгения Маратовна, вы видите, что... Ну вот здесь я вам сказала, что пэш даёт нам картинку кислых, но с помощью импеданса мы проанализировали, сколько-то там нашли, 19, да, небольшое количество слабо кислых рефлюксов. Но самое главное, что, в общем-то, вот такая ситуация, она абсолютно не нуждается в лечении хирургическом, конечно же, да, ну и, в общем-то, и не нуждается даже в лечении антисекреторными препаратами. Здесь идёт речь о так называемой функциональной изжоге. То есть у человека есть изжога, совершенно не связанная с рефлюксами. Вот. Что здесь? Причите, прошу прощения, функциональную изжогу... Антидепрессантами? Антидепрессантами. Ну, я пытаюсь, я уже начала это делать после того, как я приглашала в студию нескольких экспертов, которые назначают препараты, и распечатала себе из римских критериев у них, вот если зайти на сайт Рим Фоундейшн, там есть такая табличка, при каких заболеваниях, какие антидепрессанты, в каких дозах. В общем, начинаем это делать. То есть у пациентов с изжогой. Ну да, вам... Вот вы визуализировали, показали, что нет кислых рефлюксов, что это функциональная изжога, и у вас есть полное основание использовать. Но пациенты, кстати, чаще расстраиваются, то есть когда они понимают, что у них... Такими рефлюксами, вы видите верхний датчик, желтый, это датчик PH, который стоит вообще на уровне глотки. И вот здесь человек, которые тоже очень часто у меня такие пациенты, мы не поговорили сегодня о внепищеводных проявлениях, но частенько лор-врачи, пульмонологи направляют к гастроэнтерологам пациентов, с которыми не могут справиться. Кашель упорный, человек, там, горло у него болит, опять-таки что-то с зубами, там, с носом, отечность. Самые разные интересные жалобы, это ухо там закладывает. Ну и в общем... Гастроэнтеролог может рассказать, что только пациенты не связываются с рефлюксом. Да, и вот пытаются выявить тоже рефлюксы у таких пациентов, но вот здесь вот в данном случае мы видим, что в дистальном отделе, опять-таки, сиреневая линия, вы видите, рефлюксы есть, но опять-таки, если их посчитать, то они будут в пределах физиологических норм, а до верхнего пищеводного сфинктера абсолютно не долетает кислота. Ну, я уж так образно говорю, не долетает кислота. Я пациент, который приходит ко мне с какими-то симптомами, которые предполагаются, что могут быть связаны, как быть, как вне пищеводные проявления патологического рефлюкса. Я говорю, что единственный способ доказать вообще, что есть патологический рефлюкс, это импеданс-поэшметрия, но то, что касается хронических симптомов, это еще и наличие... То есть даже если ты найдешь патологический рефлюкс, как мы с вами последние рекомендации обсуждали по экстразофигиальным тоже проявлениям, ты еще больше никак все равно не докажешь, что это связано с ним, даже если он высокий, потому что таких данных пока что слишком мало, чтобы вот эту связь устанавливать. Ну вот давайте покажем последний наш слайд. Это тоже пациент с внепищеводными проявлениями, действительно с кашлем. И вот здесь вот вы видите на верхнем графике большое количество кислых рефлюксов. То есть вот здесь рефлюксы действительно достигают верхнего пищеводного симптома. Особенно если момент кашля совпадает с рефлюксом. И вот здесь мы можем уже действительно сказать, что да, у нас кашель у пациента действительно связан с гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью, назначить ему высокие дозы ингибиторов протонной помпы и ожидать эффекта от такого лечения. Евгения Маратовна, ну вот у нас уже закончилось наше время. Давайте мы буквально пару слов скажем о лечении рефлюксной болезни. Ну мы понимаем, что это антисекреторные препараты, ингибиторы протонной помпы, да, прежде всего. Используете вы у детей? У детей в подростковом возрасте все современные молекулы разрешены. Амепрозол, эзомепрозол. У детей раннего возраста есть некоторые ограничения. С года разрешен эзомепрозол оригинальный в основном только. А как он рассчитывается для детей? По массе тела или? Да, 0,5-1 миллиграмм на килограмм. То есть если считать на массу тела, то дозировки выше. Это связано в том числе с фармакокинетикой. Но сейчас не будем в это углубляться. Это может быть... Ну и как мы поняли, прокинетики у детей не используют. Ничего себе, сколько у нас вопросов. Ну что, мы попробуем начать отвечать. Давайте дайджестом сначала. Всем добрый вечер. Является ли хеликобактер причиной рефлюксной болезни у детей? Нет, скорее ассоциации, наоборот, обратные. Хеликобактер сам по себе, рефлюксная болезнь сама по себе. Так, очень длинный вопрос, но мы, наверное, на него ответим в комментариях. Это, да, опять же, водно-сифонная проба. Мы про это достаточно много говорили. Наверняка там что-то было про то... Ну, мы ответим в комментариях, потому что вопрос очень длинный, а времени у нас... Влияет ли наличие рефлюкса при введении прикорма на возникновение ГЭРБ? Наверное, вопрос в том, нужно ли как-то менять рекомендации по введению прикорма, если есть подозрения на рефлюксную болезнь у младенцев. Нет, в целом желательно придерживаться сроков, и если сроки сейчас-то 4-6 месяцев, поэтому если у младенца упорные какие-то срыгивания и все-таки трактуются как рефлюксная болезнь, наверное, затягивать прямо до 6 месяцев не обязательно, особенно если у ребенка есть пищевой интерес, потому что здесь прикорм может сыграть такую лечебную роль в виде загустителя. Но это не значит, что мы всем обязательно с 4 месяцев, тем, кто срыгиванием, назначаем прикорм. Это все очень индивидуально решается тет-а-тет. Используете ли вы в своей практике спазмолитики при пилораспазме? При пилораспазме нет каких-то рекомендаций. При пилораспазме, при упорных тошнотах, при каких-то таких доказанных штуках есть, в том числе, данные по ботулино-токсину введения в пилорический отдел при эндоскопии. Но, как вы понимаете, это очень избранные пациенты с тяжелым течением. Это очень ограниченные данные и у детей, и у взрослых. В общем, спазмолитики не используются. Ну, кто-то пробует, но их эффективность и какой-то, что есть универсальная спазмолитика, никто не доказал. То есть считается, что это отчасти физиологическое состояние для младенцев. Которое тоже вскоре разрешено. Надо перетерпеть. Да. Ребенок полтора года, верна ли тактика введения детей с длительным ночным кашлем, в том числе после еды, назначается ингибитором? Нет, детям раннего возраста не рекомендуется пробное лечение ингибиторами протонной помпы при экстразофагиальных или подозрении на них симптомов, потому что нужно вообще доказать наличие рефлюкса для начала. Потому что зачастую те исследования, которые проводились, не подтверждают связь. Поэтому нужно искать другие причины. Рефлюкс – это одна из возможных причин хронического кашля, и в том числе ночного, и отнюдь не самая частая. Всегда ли необходим инвазивный метод диагностики для арху детей? Мы про это поговорили, конечно, нет. В большинстве не нужны. Большой тоже вопрос про альфазокс. Я, честно говоря, практически не использую. В рекомендациях он не прописан. Только если есть показания для лечения. Типичные кислотозависимые симптомы – это ингибиторы протонной помпы. И, возможно, альгинаты при редких кислотных симптомах. У детей можно альгината. В частности, тот же Гевискон в Великобритании зарегистрирован с нуля. Есть порошочек Гевискон-Инфант, который используется как загуститель. У нас, к сожалению, он не зарегистрирован. Лор-симптомы – нельзя принимать ингибиторы протонной помпы. Только не медикаментозные рекомендации, режимные в первую очередь. Если по каким-то причинам нельзя ингибиторы протонной помпы, если причины объективны. Я догадываюсь, кто это. Это весь вопрос вытекает из того, что был псевдомбиронозный колит у человека, и ингибиторы протонной помпы могут способствовать рецидивам. Ну а Гевискон в этом случае, наверное, можно? Симптоматическое, тот же альфазолкс, Гевискон можно пробовать, если упорные симптомы. Как не пропустить эзенофильный эзофагит за симптомами рефлюксной болезни? Отличный вопрос. Любое эндоскопическое исследование, если уж мы идем, в том числе на ЭГДС у детей, обязательно взятие биопсии по протоколу эзенофильного эзофагита. Ну, про эзенофильный эзофагит – это отдельная тема. Ну, в любом случае, если уж мы пошли ребенку на эндоскопическое исследование, нужно взять биопсию с пищевода, как гласят, по крайней мере, зарубежные рекомендации. Так, полипы. Пищеводно-кардиального перехода, есть ли ассоциация с рефлюксной болезнью? Очень противоречивые данные, опять же, если какие-то единичные по типу толщины склада. Ну, считается, что все-таки полип карди – это проявление. Что это как, ну, по сути дела, хроническое воспаление, которое дает… Да, это не полип, это воспаление, которое мы у взрослых лечим ингибиторами протонной болезни. Да, они на них прекрасно уходят, никакого удаления точно не требуется. Влияет ли терапия астмы на развитие рефлюксной болезни? Это, знаете, спор, яйцо или курица, курица или яйцо. Да, препараты, в общем-то… Есть препараты, которые могут способствовать расслаблению нижнего пищеводного сфинктера, которые используются по терапии астмы. Но это отдельная категория пациентов. Да, может быть, здесь… Могут влиять. У многих коллег вижу назначение ингибитора протонной помпы на ночную инструкцию, и такой схемы нет. Как правильно? Как правильно? Ингибиторы протонной помпы надо назначать за 20-30 минут до первого приема пищи в сутки в идеале. Да, и недостаточность эффекта ингибиторов протонной помпы зачастую объясняется несоблюдением комплайнса или неправильным приемом. Поэтому очень важно это пациентам подчеркивать, когда и как принимать ингибиторы протонной помпы. Понятно. Спасибо большое, Евгения Маратовна. Мы с вами проговорили очень долго. Благодарю вас. Вы у меня были в моей передаче «Гастро-клуб» первым гостем. Надеюсь, не послушайте. Первым. Первым. И самое у нас с вами получилось длительное по времени передачи. Я очень надеюсь, что она будет полезной нашим зрителям. Судя по количеству вопросов, у нас октября. Мне кажется, да, и вы рекордсмерт по заданным вопросам. Большое спасибо, что пришли. Спасибо за приглашение. Я надеюсь, что мы еще будем освещать эту тему и со смежными специалистами. Следите за анонсами, оставайтесь на связи и будем обсуждать и эту тему в том числе еще. Спасибо. До свидания. До свидания.